Всем привет! И сегодня у меня будет небольшое видео о том, куда я ездила на выходных. Наконец-то мы доехали до города Волфим, который находится недалеко от Постона. Посетили один из старейших парников США. И вот так вот это выглядит, когда мы только подъехали. К моему удивлению, там не было высоких стен, замков, каких-то дверей. Мы просто прошли, нас никто не остановил. И вот так вот выглядят эти старинные парники. Это раньше была конюшня, и это сам вход в парники и в сады. И этот эстейт начал свою историю в 1793 году, когда Теодор Лимон приобрел 400 акров земли и на нем построил прекрасный эстейт в английском стиле. В этом поместье был красивый парк с садами, с цветами. Был парк для оленей. Была активная ферма, на которой производили фрукты, овощи и все остальное. И жемчужиной этого поместья были парники. Эти парники были построены по последним разработкам того времени. Они обогревались, в них выращивались все самые необыкновенные виды растений. Редкие орхидеи, редкие тропические растения. И причем они выращивались круглый год. Эти парники были построены в основном, чтобы выращивать свежие цветы для замка круглый год. В данный момент эти парники находятся под управлением организации, которая охраняет антиквариат Новой Англии. И эти парники до сих пор активны, но теперь эти парники открыты для публики. И вместе с тем, что вы можете прийти полюбоваться красивыми экзотическими растениями, вы их также можете приобрести. Что было супер интересно. И, конечно, я не ушла с пустыми руками. Я приобрела три орхидеи. Нет, я приобрела две орхидеи и одну бромельяду. И эта бромельяда, она очень маленькая. Это для террариумов. А затем я приобрела, наконец-то, драгоценную орхидею. Драгоценные орхидеи. Меня многие люди спрашивали, как за ней ухаживать. Но до сих пор у меня ее не было. И, наконец-то, она у меня есть. Драгоценная орхидея над тем, что у нее очень красивые листья. И уход за ней довольно просто. Также я приобрела вот такой вид филинопсиса. Это очень интересный вид. Это тот филинопсис, когда вы не обрезаете цветоносы. И из конца цветонос могут даже возникнуть детки. Подробнее я расскажу об этом растении в моих следующих видео. Потому что это растение такое необыкновенное. Мне хотелось бы полностью посвятить целое видео. Этот парник состоит из трех частей. То есть, это как бы тройной парник. И каждый парник представляет собой разные растения. В первом парнике мы увидели графические растения. Затем это были растения, которые вьются, как виноград. И потом были парники с орхидеями. Это было, конечно, самое интересное для меня. Было интересно увидеть, как разные виды орхидеи живут в одном парнике. И как они за ними ухаживают. В каком грунте это все растет. Очень понравились вот эти воздушные растения. Там же растут банды. И очень интересно было, как они повесили все растения на стенку. Вот так вот. Влажность была, конечно, повышенная. Но не такая прям сумасшедшая повышенная. И во всех парниках были вентиляторы. Поэтому плесени, в принципе, не было. И с насекомыми тоже я проблем не заметила. И вот такие вот маленькие орхидейки росли. Все орхидеи в основном росли в таких глиняных горшочках с отверстиями. О, это моя новая орхидея. Здесь она цветет. Я вам недавно показывала это видео. О, это растение, которое называется губная помада или липстик плент. И когда я рассматривала, в чем же растут орхидеи, я заметила, что большинство орхидеи растет в своеобразном таком рак. Лава-рак. То есть это как бы камень из лавы. Так они это называют. Это вот эти коричневые штучки. И у них он стоил довольно недорого. Всего было 6 долларов за пакет. Но я не купила. Потому что я подумала, я подумаю. Это я даже не знаю, что за растение такими луковицами. Не все растения были подписаны. Поэтому не удалось узнать некоторые. И дендроби мои были просто сногсшибательные. Некоторые даже цвели. Чему я очень удивилась. Очень было красиво. Недавно у меня было видео про орхидею ванильку. И вот так вот она растет уже в самом большом, зрелом состоянии. Она у них была. И это как раз 10 футов. Такая офигительская орхидея. Понравилась их коллекция саквилендов. И маленьких террариумных растений. Они их очень красиво оформляли. И вообще было очень интересно. Очень много растений, которые я видела в первый раз. В общем, было потрясающе. Редактор субтитров А.Семкин И к моему удивлению, коллекция фиалок явно подхрамывала. Они были не такие впечатляющие. Но все равно было интересно посмотреть. Что поразило в этом парнике, то, что когда мы зашли туда, перед входом не было никакого кассира. Никто не проверял. Вы просто открываете дверь, и там была коробка. И там нет никакой определенной цены. Вы просто кладете сколько вы можете. Рекомендуют, конечно, положить 4 доллара за человек. Но это ваш выбор, класть или нет. Вы можете просто бесплатно пройти. И вас за это никто не выгонит, никто не поругает. Мне это очень понравилось. И очень часто такая система, то есть как бы честная система оплаты, она приносит больше прибыли. Потому что очень часто люди кладут больше денег, чем вы просите. И на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем хорошего настроения. До скорых встреч!